Кто-то с оружием в руках, кто-то с помощью медицинских навыков, а кто-то духовной поддержкой. Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины люди самых разных профессий, разного социального статуса, вероисповедания и возраста. Объединяет их одно, рискуя своей жизнью и здоровьем. Они защищают суверенитет нашей страны. Альберт Михайлович в апреле 2014 года оставил работу в тылу и стал военным капелланом. Знаете, как говорят, в окопах не бывает атеистов. Мы приезжаем, мы молимся за наших военных, мы молимся за нашу Украину. Владимир Ливандовский пошел в армию еще подростком, в 16 лет. Во время аннексии Крыма находился на тогда еще подконтрольном Украине полуострове. Сила патриотизма, духу не дала мне там залишиться. Почти с всем подростком вышли до места Одессы. Викторию и любовь служба сдружила. Девушки прикладывают все усилия в борьбе за жизнь и здоровье наших защитников. И утверждают, что именно поддержка медиков зачастую помогает раненым бойцам не потерять волю к жизни. Тем более, когда с ними наравне, страну обороняют хрупкие девушки. Когда мужчины настоящие мужчины, а в армии они действительно настоящие мужчины, настоящие военные, то, конечно, приятно. Не имеет никакого значения мужчина или женщина. Потому что каждый человек вносит хоть малейшее, но что-то полезное. Кто-то свои знания, кто-то свой труд. Поэтому я считаю, что каждый человек важен в рядах. Сегодня в ДК «Молодежный» для наших защитников состоялся праздничный концерт. Музыку и слова на одну из песен написали морюпольцы. Отличившиеся военнослужащие получили благодарственные грамоты. Это не только профессия, это призывание человека, защищать свою семью, свою землю, свое место. Также хочу обратиться к командирам. Бережите украинского солдата. Максим Гробовский, Виктор Зубенко, информационная программа «Зеркало».